всем привет добро пожаловать на канал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня я хочу рассказать своим зрителям и подписчикам об очень важной на мой взгляд ошибки которая произошла в психотерапии неврозов вегетососудистой дистонии и прочих невротических расстройств благодаря развитию ютюба благодаря и моей работе в том числе я постараюсь сейчас эту ошибку исправить во всяком случае настолько насколько это возможно смотрите не переключайтесь вам будет очень полезно итак о какой же ошибки идет речь как вы знаете канал невроза мегаполиса был основан 2011 11 году летом и большую и большую степень этот канал всегда нес и несет просветительскую информировать информационную работу пропаганду психотерапии и объяснением населению о том что происходит с их состоянием с чем она связана мою работу подхватили мои друзья и коллеги и благодаря нашу совместному такому творчеству что ли да в ютюбе все больше и больше людей в российской федерации странах снг начинают понимать что вегетососудистой дистонии это эмоциональное расстройство что фобические и похондрические астенические навязчивые обсессивные компульсивные проявления невротических расстройств связаны с эмоциональным расстройством туда же относится нарушение пищевого поведения туда же относятся много других классификации и так далее я хочу признаться в том что скорее всего пришло время сказать о том куда пошел youtube вот благодаря мне благодаря тем коллегам которыми поддерживают просветительскую такую работу и хочу вовремя попытаться немножечко это скорректировать потому что на мой взгляд такое небольшое сообщество блогеров в моем лице опять же немножечко ушли в сторону от настоящей что ли психотерапии вот я делаю проект реалити да и вы можете наблюдать как ведется консультирование непосредственно с клиентом точечно решая его вопросы так вот в чем же ошибка информирование людей о симптоматике о природе симптоматики не является самой по себе психотерапии это первый этап психотерапевтической интервенции которая так и называется информирование пациента он центрально правильное информирование пациента о патоэтиологии его состоянии именно здесь большинство благодарностей сыпется на голову авторов каналов на ютюбе и на мой взгляд мы в свое время упустили то что эти благодарности многие мои коллеги приняли за результаты психотерапии именно поэтому большинство наших клиентов даже поняв из наших вебинаров из наших видео о том что такое с ними происходит не получают глубоких серьезных долгосрочных изменений они понимают они могут рассказать не хуже чем мы на ютюбе но ничего серьезного в их жизни не меняется это первое здесь тезис еще очень важны что паническая атака как неправильная интерпретация вегетативного напряжения корректируется без психотерапии с помощью информирования многие в свое время и я в том числе прочитали книжку андреа владимирович патова благодаря этому информированию мы смогли справиться со многими проблемами канал невроза мегаполис и мои дружественные каналы по мои партнеры по ютюбу тоже поддержали эту работу по информированию населения именно информирование населения о концепции проживания не избегания контакта с паникой дробное посещение мест и так далее и является той информацией которая дает людям правильное понимание о том что с ними происходит но проблема в том что это информирование психотерапия это применение специальных точечных знаний конкретно в конкретного человека в конкретный его невроз в конкретную его проблематику для этого необходимо и либо личное консультирование по skype или очно либо конкретная показа демонстрация кейсов и конкретная помощь клиенту как эти знания можно преломить непосредственно в его жизнь потому что одно информированием мы не сможем исправить ничего в мире и ничего в его жизни невротического расстройства мои дорогие еще раз хочу вам повторить информирование вебинаров о неврозах о панике окр депрессиях ипохондрии это первый шаг к тому чтобы вы начали заниматься своим своей терапии а ваша терапия это и образование и изучение инструментария и самое главное ты обучение вас как именно вам применить эти знания непосредственно себе я хочу попросить всех посмотреть четвертое занятие моего реалити она где-то рядом на ютюбе либо в разделе реалити в плейлисте либо в новинках не просил нет не не пропустите посмотрите его полностью вот там как раз очень хорошо показано то что является именно психотерапевтическим мостиком между детством и сегодня и куда интегрируется гештальт и когнитивная терапия это очень важно благодаря нашим сезоном вот который уже сейчас набирается 6 я не только обучаю людей когнитивной терапии философии когнитивного подхода этого недостаточно необходимо смотивировать их и показать их пускай иногда даже жестко но прямо повернуть их правде в глаза в тех сферах которых кроется их проблематика посмотрите седьмое занятие пятого сезона ребята ссылки на реалити ссылки на пятый сезон седьмое занятие оставлю в описании этого видео чтобы вы их не потеряли вот посмотрите это наш на наших сезонах мы не просто информируем людей о том что такое долженствование я пытаюсь на примере многочисленных своих клиентов показать какие конкретные сферы и благодаря вот этому седьмому занятию огромное количество людей увидели правду кто-то ее принимает проще кто-то сложнее но я знаю что они это увидели и теперь нам 100 и теперь им и мне остается обучить их правильной методики и помогать им применять эти знания в локальных сферах и вот здесь начинается самое сложное просто рассказать вам многочисленные вебинары о том что такое неврозы и почему они так происходит как не избегать паники и как и что все что с вами происходит связано с повышенной тревожностью это конечно прекрасно но это информирование и я лично считаю что я и мои коллеги по ютюбу пошли пошли к сожалению по пути одного и того же повторения информирования я бы хотел чтобы мы все в ютюбе начали показывать людям что такое психотерапии а не просто пестовать благодарность наших зрителей потому что когда люди не знаю что такое паника не знаю что с ними происходит они в неведении они в потерянности и мы их информируем и у них возникает эмоциональный подъем от этой информированности готов я наконец-то понял я не умираю вот оно что оказывается да спасибо и сыпется большое количество благодарности и вот тут на мой взгляд многие мои коллеги подумали что они занялись психотерапии и я думаю что здесь было их фатальное заблуждение сознательно или бессознательно я не знаю но я думаю что здесь они спутали и дай бог чтобы они по ним понимали что это именно информирование благодарны за информирование да наши клиенты наши зрители от этой информированности получают облегчение пишут на многие слова благодарности но в 90 процентах случаев я сегодня получаю письма у меня нет панических атак я все прекрасно понимаю понимаю что это эмоция понимаю что это искаженное мышление понимаешь это мировоззрение но кто будет решать вопрос например тот который вы увидите на четвертом занятии нашего с юли reality как вы это прочтение книги решите и вот здесь возникает самый главный момент что такое психотерапия поэтому давайте будем честными с нашими зрителями и давайте будем честными с самим собой что информирование не является психотерапии информированию тебе очень много и вот наши зрители как раз и сделали эту ошибку они посчитали что им надо узнать какую-то информацию и они бегают по ютюбу и бегают по моим коллегам и по мне со словами скажите 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 а тут как скажите а тут как скажите и они превращаются в своего рода такие такую такой знаете бегуна за информацией потом у него раздувается голова в метафоре о том что у него много информации а ему не легче и дело не в том что у него информация противоречивая в большинстве случаев нет а дело в том что он говорит да я все понял а чё ж мне не легче то потому что наша задача уметь применять информ информацию в клиенте в самого клиента туда входит и опорно терапевта и интеграция терапевта как интроекта туда входит мотивация пациента поддержка его исправление ошибок и многие многие другие сферы которые необходимы для правильного и грамотного психотерапевтического результата я надеюсь что вы услышали мой сегодняшний посыл посмотрите четвертое занятие с юлию и вы все увидите не дайте пустить себя в беготню за вечным потоком информации если этот ролик смотрят новички канала и они ничего не знают о vsd и паниках и думают что они все еще умирают от каких-то симптомов конечно посмотрите самое начало посмотрите плейлист шаг 1 плейлист шаг 2 информируйте себя но поймите что ваша задача научиться благодаря вашему консультанту применять эти знания было и большинство моих зрителей готовы сами стать уже блогерами и рассказать всю ту же информацию которая сегодня присутствует на канале не дайте вести себя в беготню за информированием это очень важно иначе вы разочаруетесь психотерапии в принципе вы будете говорить да я столько читала я столько смотрела я столько знаю а где же результаты еще раз психотерапевтические изменения это проработка и применение этих знаний локально в самого клиента посмотрите четвертое занятие моего реалити и вы все увидите желаю вам здоровья ваш алексей красиков канал невроза мегаполиса подпишитесь на канал потому что будет много новых интересных и полезных видео с примерами где я буду рассказывать конкретные кейсы и конкретные методики мы уже это начали делать куда применять знания я не хочу больше рассказывать вам все то что с 11 года уже насажена вам в голову по несколько раз и я считаю это очень правильно и я не хочу чтобы мои клиенты бегали за информацией за одной и той же информации чтобы они не превращались в вечный сосуд выкачивание денег и выкачивание времени их ресурса и я считаю нам надо быть очень ответственными к нашим зрителям спасибо большое до встречи